Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый крутой скрипт для Pet Simulator X. Кстати, кто рад, что я вернулся, обязательно поставьте лайк на этот видеоролик и подпишитесь на канал, кто еще не подписался. Значит, для этого, чтобы нам активировать скрипт, нужно сначала скачать чит. Ссылка на сам чит и скрипт, естественно, будут в описании. Скачиваем чит под названием Quix. Также, кстати, если вы хотите, чтобы я снял видеоролик, как скачать чит, давайте наберем 1000 лайков на этом видеоролике. И после этого я сразу пойду снимать, как скачивать данный чит. Он тоже очень многофункциональный, тут очень много функций, пока что я вам показывать не буду, но чит очень крутой. И все скрипты на нем почти работают. Так, ладно, давайте, значит, приступим. Для этого вставляем вот сюда скрипт. Вот он. После этого нажимаем Inject. Ждем, пока мы заинжектимся. Все отлично, Inject прошел, все работает. И нажимаем кнопку Execute. Все отлично, все работает, как видите. Скрипт у нас появился. Как я и говорил, тут очень много функций. В принципе, сейчас мы пройдемся по порядку. А значит, давайте начнем с автофарма. Так, сейчас у нас вот эта локация называется Town. Значит, вот здесь, где арена, мы выбираем Town. И нажимаем вот на эту кнопочку. Все, как видите, фарм пошел. Все работает. Это полностью автоматический фарм. То есть, вы можете его включить и уйти там по своим делам куда-то. Как видите, отлично все работает. Также здесь, кстати, есть автоколлект вот этих вот монеток и алмазов. Но сейчас они не соберутся, потому что я уже до этого их сломал. Нужно, типа, мне их самому теперь собирать. Но давайте сейчас я вам покажу. То, что это все работает. Также работает автоколлект Lootbacks. То есть, получается, автоколлект мешков с подарками, которые выпадают. Значит, включаем теперь еще раз. И, как видите, теперь монетки ломаются. Но все, что с них выпадает, сразу перемещается ко мне в инвентарь, грубо говоря. Как видите, это работает. Вот монетки появляются и сразу пропадают. Потому что их автоматически чит собирает. Как видите, работает. Отлично. Так, значит, давайте пока что остановим автофарм. Здесь вроде бы должна быть скорость, если не ошибаюсь. Да, давайте сделаем на максимум. Больно много поставил. Так, давайте поменьше. Где-то вот так. Так, значит, покупаем новую локацию. Бежим сюда. Скорость еще поменьше нужно поставить. Все готово. И здесь прокачиваем, получается, все свои скиллы, навыки, которые доступны. За счет этого фарм станет намного больше и быстрее. Так, почему-то у меня фарм до сих пор идет. Я его что, не выключил, что ли? Ну-ка. Да, его забыл выключить. Давайте выключим, чтобы пока что не мешался. Все отлично. Прокачиваем все дальше. То, что я не прокачал. Сейчас вот прокачиваю силу. Ну, естественно, если на максимум это все вкачать, вы где-то в 2-3 раза больше еще будете получать. Так, ну почти все вкачали. Получается, потратили на это полтора миллиона почти. Чуть поменьше. Круто. Все отлично. Готово. Давайте скорость опять, значит, себе ставим побольше. Так, все работает. Отлично. Значит, идем покупаем вот эту локацию. Все отлично покупается, как видите. Все работает. Монетки я накопил. Но у меня так много монеток накопилось, естественно, за счет моих сильных питомцев. Это самые сильные питомцы на данный момент в игре. И плюс у них еще есть роялити. Роялити, получается, дает в 2 раза больше урона, чем у обычного питомца. То есть, вот у него статистика написана, допустим, 71,8, но с роялити у него в 2 раза больше урона становится. Это тоже круто. Так, все отлично. И теперь давайте попробуем сломать вот этот сундук с помощью автофарма. Вроде бы магмат чест называется, если не ошибаюсь. Давайте попробуем. Здесь локацию поставим all и включаем. Так, монетки где-то фармятся, но я не понимаю где. Давайте выключим. Походу я что-то неправильно сделал. Вот, давайте на чест включим. Вот, все отлично заработало. Все четко. То есть, когда фармите, допустим, сундук, нужно именно вот здесь выбирать кнопочку чест. Сейчас довольно сильные лаги пошли, но я думаю, скоро отлагает. Но самое главное то, что это работает. Все, давайте выключим. Все, лаги пропали, отлично. И покупаем вот эту локацию. И тпхаемся в новый мир. Как видите, мы буквально за минуту прошли полностью весь начальный мир. Так, все, тпхнулись в новую локацию. Также, если не ошибаюсь, здесь вроде бы должны быть телепорты. Давайте поищем. Тут есть даже кнопочка give all game pass. Давайте нажмем. Ну, пока что мне не выдалось. Может быть, чуть позже выдастся. Либо просто это не показывается. Ладно, но это работает. Так, давайте нажмем Redemit Codes. Почему-то не сработало. Ну ладно, походу, те скрипты, которые были, то есть те коды, которые были добавлены в этом скрипте, они уже просто не работают. Насколько я знаю, разработчик примерно где-то на неделю, на две добавляет, получается, код. И после этого момента он уже перестает работать. Из-за этого эта кнопка не работает. Также здесь есть CoinTracker. Можно смотреть, сколько вы фармите в секунду. То есть, в минуту или секунду. Я до конца тут не понял. Ну ладно, в принципе, это не суть. Вот, ну, если что, эта функция есть. Кто хочет, можете использовать. Также можно включить CollectRankRewards. Это, получается, сундук на начальной локации. Находится он вот здесь. Давайте соберем награду. Если у меня получится. Нет, не получилось. Походу, я его уже собирал. Ну ладно. CollectVipRankRewards. Это, получается, нужно, чтобы у вас была випка. Ну, естественно, у меня випки нет. Потом, насчет вот этих функций. AutoTriple CoinBoost. AutoTriple дамаг. Сразу скажу. То, что если вы включаете эти функции. У вас буквально за несколько секунд. Могут активироваться полностью все бусты. Которые у вас есть на аккаунте. Так что, с этой кнопкой лучше не играть. И лучше ее вообще не нажимать. Потому что, если вы хоть раз ее нажмете. У вас буквально за несколько секунд. Все бусты, которые у вас есть. Они активируются. То есть, допустим, было бы у меня вот здесь 100 бустов. Они бы все разом активировались. Естественно, это не выгодно. Так что, насчет бустов. Лучше активируйте их сами. Давайте, в принципе, мы это сейчас и сделаем. Вот как я сейчас сделал. Так же и вы делаете. Потому что, вот эта кнопочка довольно опасная. Вы можете, грубо говоря, потерять все свои бусты. Насчет удачи. Супер и ультра тоже самое. То есть, лучше активировать самим через вот эту вот гуишку. Которая здесь есть. Так, джамп. Давайте проверим. Это прыжок у нас. Прыгаю я сейчас вот так. С прыжком этим, как видите. В несколько раз точно выше прыгаю. В раз 100 точно, я думаю. Ну, здесь, как видите, получается, есть барьер. Либо просто невидимый парт. Я через него перепрыгнуть не могу, как видите. Я просто в него упираюсь. Окей, давайте уменьшим. Еще поменьше сделаем. Стандартный прыжок. Ну, примерно такой. Чуть побольше. Ну, вот так, в принципе, пойдет. Так, идем дальше. Краш сервер. Эта кнопочка, как я понимаю, крашит сервера. В принципе, можете ее использовать по желанию. Просто получается, либо у вас сервер залагает, либо у других игроков. Вебхук, не помню, как переводится. Это кулдаун. Это получается, как я понял, для вебхука. И open GUI. Значит, насчет вот этой функции. Это тоже довольно прикольная функция. Значит, с помощью этой функции вы можете стоять в любом месте. Вот, допустим, встанем сюда около горов. И откроем, допустим, машину продужную. Как видите, работает. Давайте даже сюда запихнем вот этого питомца. Он мне, в принципе, не нужен. Нажимаем ОК. И, как видите, у меня не получилось его зафьюзить, потому что шанс был маленький. И с дальнего расстояния это все отлично работает. То есть, вам не нужно подходить к какой-то машине. Стоять на, получается, кругляшке, чтобы она открывалась. А просто можно с помощью вот этой функции сдалека открыть буквально все, что вы хотите. Ну, так и есть, в принципе. То, что открывается, вы это можете с помощью вот этой функции все открыть. Даже в дарк машину. Кстати, вот сейчас у меня не открыт течь мир. И, как видите, я могу зайти в дарк машину. И это тоже все будет работать, если я запихну сюда питомцев. Это очень круто. Так, ладно. В принципе, с этим вроде бы как разобрались. А, значит, идем дальше. Это менюшка с питомцами. Позже чуть-чуть посмотрим ее. Так, здесь есть, короче, мерчант. То есть, смотрите, допустим, вы играете на вот этом сервере. Ну, то есть, я сейчас просто играю. И в какой-то момент, если у вас эта функция включена, вот здесь в чате пишется то, что появился мерчант. То есть, торговец. И за счет этой функции, то, что она у вас включена, он сразу за несколько секунд купит всех питомцев, которые там есть. То есть, другие игроки даже не успеют добежать до этого торговца. И вы уже сами сразу автоматически все купите. Это, в принципе, очень круто. Вот здесь, получается, можно выбрать, каких питомцев покупать. Астрал – это тоже мифик, получается, но послабее, чем вот этот. А самый сильный мифик на данный момент – это вот этот, который у меня сейчас есть. То есть, допустим, чтобы не покупать всех питомцев, там три слота у питомцев, если вы не знали. То есть, три слота питомцев можно покупать. Вот, чтобы их всех не покупать, просто выбираете вот этого самого сильного питомца, включаете, и все. И как появляется торговец, у вас сразу автоматически скрипт купит всех питомцев, которые у него будут. Это очень круто. Насчет этой функции точно не знаю, как она работает. В принципе, в следующих видеороликах, если что, можем проверить. Я покажу, как она работает, но пока что не сегодня. Так, здесь у нас получается информация о игроке, как я понял. Давайте попробуем открыть. Trade Checker и Player Info. Ага, получается, смотрите, вот здесь мы выбираем игрока, который играет, и нам скрипт показывает, что у него есть. Слушайте, круто сделано. Так, допустим, давайте вот этого игрока выберем. Так, у него монет дофига. Это получается максимум, если не ошибаюсь. Fantasy Coins, Trade Coins. Game Pass у него нету. Давайте посмотрим, попробуем найти, у кого есть Game Pass. Вот, прикиньте, чел сейчас играет с 10 Game Pass у меня на сервере. В принципе, круто. Конечно, эта информация вам ничего не дает, просто вы ее смотрите чисто для себя. Но так иногда поглядеть, в принципе, можно. Или, допустим, вы играете с другом, он там от вас что-то скрывает. Можете юзнуть вот эту информацию и посмотреть там, какие у него Game Pass есть, какого у него там ранг, сколько у него питомцев и так далее. В принципе, довольно полезная штука. Trade Checker, это получается, как я понял, кто трейдится. Это все будет показываться. Давайте вот этого челика выберем. И да, кстати, здесь пишется, как видите, у него очень много трейдов. Очень много трейдов. Вот, допустим, 17 февраля был трейд. С кем он там трейдился? Вот с этим челиком, получается, он трейдился. Но питомцы, кстати, вроде бы как не написаны. Да, питомцы не написаны, но написана информация с кем и когда он трейдился. В принципе, тоже прикольно. Можете смотреть, если вам эта информация нужна. Так, давайте сюда это переместим, чтобы не мешалось. Так, ну ладно, давайте тогда переходим дальше. Я не помню, как эта локация называется. Давайте посмотрим. Enchant Forest. А, Enchanted Forest. Все, неправильно прочитал. Тогда все, короче, значит, выбираем эту локацию. Здесь она должна быть. Так, ищем ее. Вот, нашли. Отлично. И здесь ставим Normal и включаем. Как видите, все заработало. Отлично, фарм пошел. Все четко. Значит, покупаем эту локацию. Так, и желательно нам сразу последнюю локацию купить. Сколько она там стоит, интересно? 150 миллионов. Ну, пока что у меня не хватает. Значит, что мы делаем с вами? А вот в этой локации, я помню, есть сундук. Все отлично, мы ее смогли купить за 18 миллионов 500 тысяч. Так, отключаем пока что. Так, отключаем пока что автофарм. А, к сожалению, я не знаю, как этот сундук называется, но в принципе, вы вот здесь можете поискать. А, вот он. Он, получается, сундук, короче, называется как локация, в которой вы ты поехаетесь. В принципе, удобно. Так, выбираем чест. Здесь ставим all. Так, не поставилось. Все отлично. И включаем. Все отлично, заработало, как видите. Все четко. Сразу мне дофигища монет капнуло на баланс. Мне этого уже хватит, в принципе. Все, идем покупаем следующую локацию. Давайте, кстати, я попробую найти телепорт. Вроде бы он здесь должен быть. Если я не ошибаюсь. Только вот где именно находится он, я не знаю. А, слушайте, так смотрите, у меня телепорты заработали. Только я не помню, какую я кнопочку нажал, но вроде бы как, если не ошибаюсь, я нажимал вот на эту кнопку. Да, кстати, смотрите, у меня появился геймпасс на удачу и на мифическую удачу. И также у меня появилась випка. Круто. Это реально круто, офигеть. И причем это работает. То есть, эта функция 100% рабочая. И за счет нее у меня еще появился телепорт бесплатный. То есть, смотрите, я могу тпкнуться абсолютно в любую локацию, которая у меня открыта. И с этого у меня получается не просят купить локацию. То есть, это полностью все бесплатно работает. Круто. Вот, а так, если у вас получается геймпасса на телепорт нет, то вам придется покупать это за геймы. Куда вы тпкнуться, в какую локацию хотите. Так, ну ладно, значит, покупаем вот эту локацию. Все готово. Отлично. К сожалению, я с новым миром вам получается показать не смогу, как работает автофарм. Но поверите, то, что он там работает. Вы просто, получается, выбираете локацию новую, которая вам нужна. Включаете автофарм. И все. И у вас автоматически все будет работать. Вот. А показать я не смогу, потому что это новый аккаунт, естественно. Я специально его создал, чтобы вам показать. Так, давайте сами быстренько зафармим. Чтобы вам показать, как работает скрипт. Как видите, он очень крутой. Все работает. Все функции функционируют. Вот. А попасть я в ту локацию не смогу, потому что она у меня закрыта. И чтобы, получается, мне ее открыть, мне нужно сейчас пройти 5 квестов. Проходить их около часа или двух, может быть, даже чуть побольше. Так что из-за этого, к сожалению, я вам показать не смогу. Но если что, в следующем видеоролике, когда я буду показывать другой скрипт, а скорее всего я буду показывать, то я уже покажу фарм в новых мирах и локациях, которые есть на данный момент. Так, ладно. Значит, смотрим, как эта локация называется. Тут вот, смотрите, на некоторых, получается, телепортах работает перевод, на некоторых нет. Это неудобно. Так, ну давайте я попробую найти по памяти, как эта локация по-английски называется. Ангел Чест, вроде бы. Давайте попробуем. Так, это маленький он собирает. Окей. А большой получится? Нет. Вроде бы это локация. Давайте проверим. Да, все отлично. Это локация, где находится вот этот здоровый сундук. Как видите, все работает. Все четко. Так, и получается, теперь тпхаемся. Вот в этот мир и локацию. И, ага, я немножко неправильно тпхнулся. Ну ладно, добежим, в принципе, покупаем. Здесь у нас покупается локация. В принципе, фарм на этом сундуке показывать не буду. Давайте сразу тпхнемся в новый мир. Все отлично, тпхались мы в новый мир. И смотрим, как называется локация у нас здесь. Течь сити. Ищем ее, получается, здесь. Ставим нормал. Также можно здесь включить, кроме нормала, еще мульти. То есть, вместо одного у вас сразу будут большинство монет ломаться. В принципе, давайте я вам сейчас это покажу. Рандом. Это, получается, рандомно работает. Получается, либо маленькая монетка собираться будет, либо побольше, либо вообще подарок и так далее. С малость в алуе, как я понял, это, получается, будут собираться только те монеты, которые очень слабые. У которых мало жизней. Хайдест в алуе, это, получается, самые сильные, самые мощные монеты. Ну, естественно, не монеты, а там, вот, допустим, либо вот этот сейф, либо подарочек. Так, ставим мульти. Уже стоит, отлично. И выбираем здесь локацию, которая нам нужна. Это течь сити. Так. Закрылось. Открываем еще раз. Вот, нашли. Отлично. И включаем. Все, отлично. Как видите, фарм работает, здесь тоже все четко. И сразу он, получается, ломает не одну монету, а несколько. Это очень круто. Так, покупаем новую локацию. До следующей все отлично, хватило. Идем дальше. Здесь, скорее всего, уже не хватит, да. Давайте быстренько посмотрим, как эта локация у нас называется. Так, где она тут? Стимпанк, получается, она называется. Давайте, в принципе, я последнюю локацию это вам покажу, как здесь работает. И, в принципе, на этом будем заканчивать. Так, включаем. Все, отлично. Здесь тоже фарм пошел. Все работает, как видите. Все четко. Ну, и вот такими темпами, с помощью чета, вы довольно быстро прокачиваете свой аккаунт. И также в дальнейшем вам это поможет прокачиваться, когда выходят новые обновления. То есть, выходит обновление, вам нужно заработать довольно много монет. Вы открываете последнюю локацию. В той локации включаете автофарм. У вас это фармится все. Вот. И пока там фарм идет, вы можете отойти, там чай сделать или покушать и так далее. Вот. И как раз вы приходите, смотрите, у вас уже на балансе дофига монеты. И все. Просто выключаете этот автофарм. Также, кстати, я говорил то, что я хотел показать, как работает автопокупка. Давайте я вам, в принципе, это и покажу. Ну, на самом дешевом яйце. Сейчас особо не буду морочиться. Значит, открываем менюшку. Вот. Заходим сюда. Здесь, получается, выбираем название яйца. Я надеюсь, я сейчас довольно быстро найду. Вот. DarkTage яйцо называется. Все отлично, мы его выбрали. Тут есть кнопочка. Открыть обычное яйцо и открыть золотое. Обе функции работают. Давайте покажу. Нажимаем. И очень быстро, как видите, у вас открываются яйца. То есть, с помощью скрипта это намного, намного быстрее делать, чем вручную. И также получается голд-версия. Проверяем. Так, почему-то не сработало. Давайте еще раз. Может быть, у меня монет не хватает. Или хватает. Так, ну, вроде хватает. Давайте еще раз тогда включим. Ну, ладно. В принципе, ничего страшного. Возможно, оно чуть-чуть забаговалось. Но самое главное, то, что обычное яйцо открывается. Также можно сразу тройное открытие сделать. Давайте нажимаем на него. И включаем эту функцию. На обычном яйце. И почему-то не работает. Тоже, скорее всего, забаговалось. Ну, ладно. Также можно убрать анимацию открытия. Возможно, яйца даже быстрее будут открываться. И можно, получается, питомцев делать автоматически в золотую версию или радужную. Сразу скажу, то, что это экономит очень много времени. То есть, вы включаете вот эти две функции. И, как видите, один питомец у меня уже объединился. У меня было написано 12, а стало 13, когда я начал заходить. Так что эти функции тоже работают. И еще раз повторюсь, то, что они экономят очень много времени. Авто-энчант, это получается с питомцами. Но этой функцией я особо не пользовался. В принципе, тут написано, как ей пользоваться. Я думаю, поймете. Ну, вот такое видео. Ролик на сегодня вышел. Кому понравился, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи. И пока. Субтитры подогнал «Симон»